Дело в следующем По некоторым жизненным обстоятельствам У меня появилось очень много лишнего времени А так как интересуюсь огородными делами и садоводством Начал изучать все прогрессивные методы ведения садового и огородного хозяйства Это и Джеб Хольцер, и Масоноба Фукуока, и многие-многие другие И вот набрел случайно на ваши ролики в интернете А абрикосы в Сибири, это, конечно, фантастика А потом подумал, подумал я Если такое чудо растет в Сибири, почему его нельзя выращивать в Поволжье? Да, вот В основном я всю зиму нахожусь дома, а летом выбираюсь в огород И в этом году хочу попробовать поэкспериментировать с семенами абрикоса И других сибирских семянцев, так назовем Косточек, семечек, да Про саженцы я еще даже не думал И это со временем, наверное Очень хочу попробовать высаживать Тут, значит, в Поволжье абрикосы Есть хороший опыт, но не мой А у меня есть сестра, 6 лет назад посадила саженец яблони Ага, вырос Ага, метра 3-4 уже, за 6 лет Крепкий, фу-фу-фу Да, вот Хотим продолжить эксперименты Сестра тоже поклонник Ну, как сказать, органическое земледеление Правильное земледелие, или как это назвать, как хотите Да А все равно Вот Будем пробовать в этом году экспериментировать С абрикосами и сливами сибирского региона Дай бог, да Алла Берса Вот Вот, что я хотел вам рассказать Можно сказать, что это некая, как говорится, лирика Но это ни разу не лирика Если попробовать высаживать подобное чудо, как у вас здесь, в Поволжье Вот То лет через 10 это будет, ой, я так думаю У меня еще один есть человек, знакомый, который может тоже заняться экспериментом Попробуем, вот, как бы на двух площадках Эксперимент проводить Вот Есть такая идея у нас Вот Да И эти площадки находятся в 50 километрах друг от друга Вот Ну, в общем, центр тяготения Казань, можно сказать Да Вот так Так, давайте теперь по порядку Когда вы мне позвонили, я тут же мгновенно набрал три слова Фото Природа Казани Ну, не Казани, а Татарии А теперь передо мной чудеснейшие рисунки Вы говорите А я их тихонечко, одну минуту листаю Вот Удивительный край Раз Вы, конечно, никогда не слышали про Свирина Вот Он живел Жил, жил, царство на Волге Вот Вы знаете, многое забытое Обидно страшно Потому что мы так каждый в одиночку бьемся Да Извините, кто жил на Волге? Свирин, Свирин, Свирин Я от него черешню получал Черенки Еще раз фамилию скажите, пожалуйста Свирин Может быть, потомки остались Может Ох, Свирин Честные слова Ничего не слышал Вот такие Зато Зато Вы слышали же про Хольцера Мне Хольцера нравится Наполовину Наполовину нет Вот То есть надо Иван Аркинский читал Тоже книгу Вот Я читал Книга Аркинского Которая сто лет написана была назад Какой сто лет он наш современник? Если вы про Если вы про Хольцера А, ну Хольцер да Хольцер да Это факт Так вот С Хольцером я почти пересекся Меня пригласили в один из городов Он как раз у него был турне Вояж Он ездил с города в город И учил выращивать котлованы Вот Делать Вместо ровного места Ландшафтное место Мне все это нравилось И мне сказали Мы вас тоже приглашаем Будет большой сбор До обеда выступает Хольцер После обеда вы И тут я отказался Я знал, что до обеда люди устанут Меня никто слушать не будет Я отказался приехать В ваши места Так Так, так Так, представьтесь пожалуйста Валерий Константинович Я так думаю Если вы будете как-то С Хольцером взаимодействовать Уже нет, нет, нет Все позади Мода Та же как мода на Мегре Мода на Анастасиевцев Вот Мода на Виссарионовцев Мода на Хольцера Прошла Все Все забыли Ничего нового не будет Изменилось поколение Этому поколению Дачу нужны только наши шашлыки И бани Все Все Вот давайте Давайте откровенно Сейчас я буду Извините вас трясти Как вас зовут Хорошо Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество Миштахов Зухар Камильевич Так, если вы Татарин Если вы Башкир Если вы Отбурд Я вам сразу скажу С тысячи лет назад Лучшие сады были Между Волгой и Уралом Лучшие сады Я надеюсь В генах В генах То есть В генетике В геноме Это все осталось Именно у ваших Ваших народов Вот Иначе Иначе Вы не позвонили Да Валерий Константинович Скажу больше Мой дед Был Садоводом Да Огородником Вот Деревне Сейчас одну секунду Внук что-то спрашивает Говори Принимаю работу Так Так Мама примет работу Вот Двести рублей за мной Пока Так Извините Тут До кухни Кипит работа Пожалуйста Пожалуйста Сейчас Погодите Ага Слушаю Давайте дальше И вот как мама Рассказывает За первыми Огурцами Помидорами Приходили К деду И Ну как Спрашивали Там Не можешь Не можешь Огурчиком Или помидорчиком Угостить Ну вот так Вот Когда еще В деревне Только развивалось Огородничество Раньше Ведь только Картошку Сажали И все Вот Деревня А так Не плановый Я записал 20 минут Будем Назовем Это первая серия Я Теперь Не слезу Почему Потому что Вы же Не просто Позвонили Вам наверняка Что-то надо Купить Что-то надо Посадить Правильно Ну Я буду Экспериментировать Это уже Ближе К моему Месяцу Наверное Может быть В апреле Закупаться Буду На вашем Сайте Слушайте сюда В апреле Закупаться Будет Мне нечего Это первое Мы сейчас Расстанемся Это будет Первая серия Мы сделаем Так У меня Понедельский Вебинар Я скажу Что был Звонок У меня Таких звонков Несколько Было И заказов Несколько И теперь Люди Вот поверите Заказывали От тысячи До двух До двух с половиной Тысяч семян Это представляете Ужас Это только Посадить Сколько дней Надо А подготовить Я должен людям Чтобы они Не зря Выкинули деньги Все это объяснять Я вас приглашаю Считаю Называю Это первая серия Дальше Приглашаю На вебинар Останутся вопросы В понедельник После вебинара Мы продолжим Хорошо Почему У вас Своя специфика Когда Мне сказал Мужик Что он Замерил температуру Он серьезный Мужик На уровне Почвы В Нижнем Новгороде Возле города Минус 52 Мне стало плохо Не знаю Как кому Понимаете Какая Аномалии Аномалии Бывает Так эта Аномалия Может весь сад Уничтожит А ответственность Она мне Значит Все надо делать По-моему Давайте У нас так сурово Не бывает Тут У нас Скажите Рассказывайте Вы где живете Мы же сами Скажем В Казани Рядом С вами Рядом с вами Рядом с вами На Южном Урале Было минус 50 Так Так Все На данный момент Расстаться Это очень важно Потому что Я не одену Звонок был Не плановый Вот Да Давайте Можно будет Ссылку Вот по Ватсапу А да По Ватсапу Я вышлю ссылку Вот Только напишите Константинович Пришли ссылку Ладно Я могу забыть Ну хорошо Или по Ютубу Там Это Ловить Это Нет Давайте по Ватсапу Мне удобно Ну Ну Хорошо Хорошо Ладно Хорошо Понедельник Значит Да А потом Вопросы И мы сделаем Вторую серию Уже конкретно Ладно Ну Хорошо Пусть будет Так Да Дело в том Что я как раз Буду отвечать На то Что вы сейчас Точно у меня Спросите А вы же не первый Последний человек Который заказал Две с половиной тысячи Костик Семечек У меня за крышей Едет Ведь я ж теперь Переживаю А там не шутка Там дети Там учителя Это не шутка Ну Любое Садоводство Это некий риск Да А если руки Опустятся На всю жизнь Представляете Как я себя чувствую Как я волнуюсь Ну Валерий Константинович Если в Сибири Растет абрикос Я думаю И в Поволжье Будет расти Да Вот Веси бы так Все Брат Давай 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 Закончим разговор Вот О том Виде Ну Хорошо 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 Я и так много Времени у вас Занял Нет Главное Не плановое Время Я просто Выбрал Момент Между разными Делами Вы заметили Сколько звонков Было Когда вы пытались Дозвониться Нет Я один раз Попробовал И потом Записал Вам Текстовое Сообщение Да Потом Позвонили Все Ладно Давайте Пока Ну Все Всего хорошего Здоровья вам И долгих лет жизни Валерий Константинович Вам тоже А Я не спросил Сколько вам лет Валерий Константинович Я еще Можно сказать Школьный возраст 50 всего Да Так Рядом со мной Мальчишка Ну Хорошо Как мужик Мальчишка Тогда Сколько вам лет 74 Скоро Вот 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 Вы Ровесник Моей мамы Как я и говорю Вот Вы Мальчишка У вас все Впереди Я вас поздравляю Да Да Все Пока Да Ну Будь Так Ладно До свидания Да Мне виднее Я старше вас На целое поколение Пока Да Вы Грандмастер Вам виднее Ладно Всего хорошего Спасибо Большое Всего хорошего Да Мальчишка